Доброе утро, мои любимые и мои хорошие. С этого началось мое утро. Хотела себе омлет сделать. Яйцом на полу. Результат. Если муж не будет давать денег, участь не будет. Надеюсь, у меня теперь весь день не будет испорчен. Я говорила, что если день не задался, то он не задался с самого утра. Разбитое яйцо, это было еще не все. Второе, я начала делать этот омлет себе. Я его пересолила так, что мне пришлось его выкинуть, сделать следующий. А в следующий я налила слишком много молока и была какая-то ерунда. И это еще не все, сказала Яна, потрясая палкой колбасы. Я не знаю, что сегодня за день. Муж купил в магазине палку колбасы вареной. Он знает, что мы любим только с сыром колбасу. Ракверская. Упаковки у них почти одинаковые. Только на одной написано юстука с сыром. А на второй ничего не написано. Она такая вареная, знаете, противная, рыхлая. Я ее терпеть не могу. Она даже в жареном виде отвратительная. Не покупаю никогда. Но обычная как бы. Только с сыром. И обычная она дешевле. Так, на пару евро, наверное. А с сыром, который она дороже. К чему я все так все длинно рассказываю? К этому несчастному омлету я открываю, значит, палку новой колбасы с сыром свою любимую. Открываю. Начинаю резать. А это не с сыром. Это та самая дешевая. А на бумаге вот здесь, на белой, написано, что продано с сыром. Какая сага прям. Я не знаю. Ну что это такое? Ну невкусная она эта без сыра. Короче, я к мужу иду. Говорю, нас надули в магазине. Показываю ему этикетку здесь. Этикетку самой колбасы. У кого? Вот как у вас проходят дни? У меня вот так проходит. Муж разъяренный стоит. Говорит, как так? Колбаса? Да не так. Пошел, значит, менять колбасу в магазин. Принес ту, что надо. С сыром, которая написана. Нам он показал, значит, продавцам. Они ни слова не говоря, даже спорить не стали. Слава богу, все. Сразу эту колбасу заменили. Новую дали. Ну, в общем, не день, а я не знаю, что. Как это, знаете, говорят, что ложки нашлись, а осадок остался. У меня вот так все. Колбаса, правильно, а я ее уже не хочу. И омлет уже и так пересолено, испорчено. И вообще все фу. Вот такой у меня сегодня день. Вообще никакой. Обнаружила в холодильнике пачку шампиньонов. И думаю, знаете, о чем? Что не сделает ли мне сегодня салат? Есть один такой салат. Такой, скажем, ну, не обезжиренный, как бы, но все-таки для нас худеющих. Не сильно калорийный, но учитывая то, сколько я его ем, я ем из кружки вообще, как бы, 250 миллилитров, не больше, тогда этот салат мог бы сегодня порадовать мою душу. Еще нам нужно будет горошек, куриное филе. Вот я смотрю, что у меня набирается то, что нужно для салата. Сейчас еще пороемся по сусеку. Может, и найдем. От салата горошек хороший, по сути. Еще нам нужно с вами парочка вареных картошек. Так, картошечка тоже нашлась. Несколько вареных картошек нам надо будет с вами. И, насколько я помню, пара столовых ложек сметаны. Давайте-ка попробуем это все соединить, собрать. Берем мисочку. Огурчики еще нам нужны. Тоже нашлись. Давайте соберем теперь этот салат. Тут, в принципе, делать нечего. Надеюсь, здесь у меня сегодня все получится. Ну, первым делом, что нам надо. Я возьму 300 грамм куриного филе. Нарежу его мелко-мелко. И на чайной ложечке растительного масла под закрытой крышкой буду жарить. Чайную ложечку растительного масла. Плиту включаем. И 300 грамм у меня филе мелко. Ну, я его так достаточно мелко накрошу. Вот такими мелкими нарезала. Теперь все это в сковородку жарим. Теперь шампиньоны берем. Берем шампиньоны. Это грибы. Берем шампиньоны. Я возьму штучки 4, наверное. Так, вот, да, на грамм на 185. На 185 граммов грибочков. Знаю, что многие не чистят их. Не знаю, я люблю почистить все-таки. Нарезаю их тоже такими, знаете, не квадратиками, а полосочками, что ли. Вот такой соломкой нарежу все наши грибочки. Нарезаю шампиньоны не крупно, не мелко. Такой соломкой. И теперь я добавляю эти подготовленные шампиньоны к куриной грудке. И сейчас мы еще с вами это все поперчим. И добавим соли. Немножечко перца. И немного соли. Действительно немного. Сегодня у меня все пересолено. Влюбилась я, наверное, в маркизу. Перемешиваем. И оставляем еще это потушиться. Пока под закрытой крышкой. Теперь из банки взяла грамм на 120 маринованных огурчиков. Вообще по-нормальному их должно быть штуки 2. Но этот вес в двух огурцах. А у меня эти зародыши, которые корнишоны, поэтому у меня такая гора. Не смотрите на это. Они меньше мизинца. Это полуогурцы. Что-то я начала кубиком. Их тоже бы соломкой. У нас с вами как бы все соломкой. Ну, мне так нравится. Вот такой вот соломкой. Наши огурчики. Так что, если у вас не корнишоны и вы хотите повторить этот рецепт, то берите 2 обычных огурца. С соломкой нарезала огурчик. А теперь будем собирать наш салат. Вначале откроем крышку. Грибы наши с шампиньонами перемешаем. И еще 10 минут дадим без крышки. А здесь приготовиться. А пока будем собирать салат. Берем миску и кладем сюда наши огурчики. Часть огурчиков. Теперь я возьму пару картошек, которые уже заранее я отварила. И они были в холодильнике. А вареный холодный картофель меняет свой гликемический индекс. Вы это все знаете. Такие 2 небольшие картошечки я сейчас почищу. И тоже нарежу соломкой. Почистила 2 маленькие картошечки. Режу соломкой. Картошка соломкой тоже нарезана. И мы ее сюда тоже собираем. К салату выкладываем. Тем временем грибы, мясо у нас готовы. Это как основа для нашего салата. И я даю им остыть здесь. Теперь возьму горошек. Горошек мне нужно в чистом виде, без водички. Вот его как бы, да, без соуса. 250 грамм. Горошек тоже сюда. Так, вот такая мисочка у нас получается. Здесь у нас все остывает. Теперь мы берем пучок зеленого лука и обычными колечками его нарезаем. Зеленый лук нарезан. И тоже отправляем в миску к нашим овощам. Вот и, наконец, наши грибы с мясом тоже отправляем сюда, соединяем с нашими овощами. Вот такой наборчик у меня получился. Теперь это я все заправляю сметаной. У меня сметана 20%. Можно использовать 10%, чтобы еще больше облегчить по калорийности. Но у меня есть только 20%. 3%. 110 грамм я взяла сметаны. И теперь все тщательно перемешиваем. Вот такой салат вышел. Теперь он пусть постоит минут 10. Пропитается всеми вкусами. Соединиться, так сказать. Парами. Чтобы вкус был более ярко выраженный. Мы будем с вами его пробовать. Я вам расскажу здесь, сколько килокалорий, как я его, в каких дозах я его ем. Ну, время прошло. Салатик наш подумал. Ну, давайте его положим и попробуем. Очень он вкусный. Куриное мясо. Жареные шампиньончики. Все пропиталось соками друг друга. Мне очень нравится. Прекрасный вариант для нас, худеющих. И на завтрак, и на обед, и на ужин можно. Я ем вот из такой кружки. Здесь 250 миллилитров. Все, что сюда влезает, я ем. И калорийность на 100 грамм. Такого салата 91 калория. У меня здесь 200-250 грамм, как бы помещается. Вот такой вот салатик аппетитный. Мне нравится, вкусно. И достаточно суетный он такой. Вот такой очаровательный салатик. Не знаю, мне очень понравился. Очень вкусно. Не знаю, как вам. А если понравился, ставьте лайки, пожалуйста, под этим видео. Сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всего вам светлого, доброго, хорошего, вкусного. А худеющим и кто следит за своим весом, минусы на весах. До завтра, мои хорошие. Пока-пока.